Сегодня на обед у нас суп с грибами. На второе пюре, салат свекотный, котлета куриная, булочка, капот, хлеб. Привозят навсегда только горячее в больших термосах. Офис Бердянской региональной ассоциации инвалидов. Среди тех, кто приходит сюда пообедать, Лидия Бехтадзе после тяжелой болезни с 2005 года стала инвалидом. Денег на еду не хватает. Я получаю минималку, но 50% получаю по утере кормильца. У меня муж умер 6 лет назад. В общей сложности у меня получается 2000. Большинство инвалидов имеют минимальную пенсию. 80-летний Василий Киричук уже несколько лет вынужден экономить на еде. У меня 1700. Ну, инфляция все съела. А что у вас на эти деньги уходят? На аптеку, на квартиру, пароплата. Импровизированная столовая может принять до 40 человек. Обеды привозят ровно в 12.30. Каждый день, кроме воскресенья. Необходимость в этом есть. Я это убедился, потому что мы это делаем уже не первый раз, а третий раз. Поэтому я убедился, что действительно люди в этом нуждаются. Ну, вы же сами понимаете, какие цены, какие пенсии. Кормить горячими обедами нуждающихся в полноценном питании инвалидов планируют до конца марта. Игорь Стрельцов, Павел Васильев, Евгений Дохновский, Бердянск, ТВ5. Продолжение следует...